Флойд Мэйвезер-младший Королевский поединок Как ожидается 28 января 2017 года в норвежском Осло На ринге встретится супер-королева женского бокса Сесилия, первая леди Брекхус и Клара, принцесса Швеции Свенсен На кону поединка будут стоять пять титулов Брекхус в полу-среднем весе по версии WBC, WBO, WBA, IBF и IBO По словам Эдди Хирна, самой большой проблемой в организации мегафайта Кэлла Брука и Амиры Хана может стать вопрос распределения гонораров В тот момент, когда вы обсуждаете вопрос гонораров, Амир может сказать, что у него гораздо известное и продаваемое имя С другой стороны, у нас чемпионское звание В пятницу у нас запланированная встреча Надеюсь, по ее итогам мы сможем сказать Так, давайте сделаем это Напомним, ранее Эдди Хирн озвучил возможные даты проведения поединка Брука Хана 20 или 27 мая 2017 года Бату Джек решил больше не оставаться в супе средней весовой категории Как сообщает Всемирный боксерский совет WBC, швед отказался от титула в этом дивизионе и намерен продолжать свою карьеру в полтяжелом весе Канад Ислам, выступающий в первом среднем весе, проведет свой следующий бой 17 февраля Соперником станет бразилиец Робсон Асис, имеющий в своем послужном списке 19 боев, в трех из которых он потерпел поражение Поединок состоится в городе Вымингтон, штат Делавер, в андеркарте вечера бокса Роя Джонса-младшего Нейт Диас заявил, что намерен получить боксерскую лицензию как в Калифорнии, так и в Неваде И атлетическая комиссия Невады уже рассматривает его заявление Флойд Мейвизер-младший выложил видео, на котором он предложил Нейту по телефону вступить в TMT, команду Флойда И получить все привилегии, связанные с этим